Уильям Херст родился в 1863 году в обеспеченной калифорнийской семье. Его отец был миллионером и владел крупнейшими на западном побережье США с залежами серебра. Склонность к скандальной журналистике появилась у молодого Херста еще в студенческие годы. Незадолго до окончания Гарвардского университета он написал просто оскорбительную для преподавателей заметку в университетском журнале «Пасквиль», за что его, несмотря на влиятельного папашу, и исключили. Неудавшийся студент Гарварда подался набираться опыта в школу репортеров газеты Джозефа Пуллицера «The New York World», после чего с помощью влиятельного родителя все-таки добился гарвардского диплома, вернулся в Сан-Франциско и стал клянчить у отца «Нет, ни денег, ни дорогого автомобиля». Херст-младший выпрашивал у отца газету, газету «Сан-Франциско-экзаменер», которую Херст-старший, кстати, выиграл в карты. Став издателем, Уильям Херст с порога заявил сотрудникам своей газеты, что сенсацию можно сделать из любой чепухи. Главное – форма подачи материала и соответствие с запросом читателя. Уже через год его стараниями тираж убыточной газеты вырос ровно в два раза. Постепенно эта газета начала публиковать скандальные материалы о коррупции. Херст-старший потребовал от сына прекратить нападки на некоторые компании. В результате отец и сын разругались в пух и прах. Херст-старший отказался финансировать газету и лишил сына наследства. Но помимо папы-миллионеру у Уильяма была вполне обеспеченная мама. В 1895 году на ее деньги Херст-младший купил New York Morning Journal. Газета имела ничтожный по сравнению с конкурентами тираж в 30 несчастных тысяч экземпляров. Но Херст нанял выдающихся публицистов того времени Стивена Крейна и Джулиана Хоторна, привлек к работе писателя Марка Твена и снизил цену до одного цента за номер. Тираж газеты резко вырос. Вот после этого началась так называемая газетная война между Херстом и Пулитцером. Два крупнейших издателя вступили в жесткую конкуренцию, но Пулитцер не мог угнаться за конкурентом. Его издание было предназначено для среднего класса и имело определенные рамки, которые он просто не мог переступить. Для Херста же ограничений не существовало. И именно это сделало его могущественной фигурой в газетном мире. В 1935 году он был уже одним из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивалось в 200 миллионов долларов. Но он продолжал одну за другой скупать и учреждать американские газеты. В 40-е годы Херст был владельцем 25 ежедневных и 24 еженедельных газет, а также 12 радиостанций, двух мировых агентств новостей, одного предприятия по производству новых тем для кинофильмов, было и такое у него предприятие, киностудии «Космополитен» и многого другого. В 1948 году он приобрел одну из первых американских телевизионных станций в Балтиморе. Почти треть взрослого населения страны ежедневно читала газеты Херста. Миллионы людей по всему миру получали информацию из его информационных агентств. Владея сумасшедшим состоянием и огромным политическим влиянием в стране, Херст, естественно, попробовал свои силы в политике. Он дважды избирался в палату представителей, но проиграл выборы на пост губернатора Нью-Йорка. В биографии этого блистательного бизнесмена, как в любой бочке меда, увы, есть и своя ложка дегтя. Если бы не она, портрет этого человека висел бы в каждой американской школе. В 1934 году Херст совершил путешествие в Германию, где был принят Гитлером как гость и друг. После чего медиамагнат стал использовать свои газеты для неприкрытой фашистской пропаганды, публикуя статьи Геринга. К счастью, протест читателей заставил его прекратить эти публикации. Но отмывать свою репутацию Херсту после этого пришлось до конца жизни. Главный медиамагнат Америки умер 14 августа 1951 года, оставив пятерым сыновьям сказочное наследство, а остальному человечеству так называемый принцип развлекательной подачи серьезных материалов. И надо признать, что мир на это основательно подсел. Субтитры создавал DimaTorzok